Hellcase представляет Большое обновление в кейс-баттлах Обновленный интерфейс с новыми возможностями Теперь в баттлах может участвовать до 4-х человек Создавай и персонализируй свои баттлы Выбирай любые количества и типы кейсов Выбирай количество участников И приглашай друзей с помощью уникальной ссылки Наблюдай за крутым дропом и выигрывай все Hellcase не пропусти эпичные баттлы Hellcase Как раз для моего одаренного сына Тариф Икс как раз для меня Чтобы бесконечно слушать классическую музыку Общаться в соцсетях И даже делиться интернетом с друзьями Тариф Икс безлимит на музыку, видео, соцсети и мессенджеры Соцсети и мессенджеры даже при нуле Добрый вечер, друзья И добро пожаловать на финал Квалификации Европейского региона ЕЦЕ 7 сезон продолжается Виталити против Оптик Пистолетка в самом разгаре Ну и мы с Гомером готовы комментировать этот матч Дождались наконец-то финалов этой недели квалификации Дорогие друзья, Виталити и Оптик Разбираются, кто же из них отправится в основную часть Кто же будет пытаться уже дальше На следующей неделе снова начинать с нуля Но правда с баблишком в кармане То, что не стоит забывать Ну пока это остается загадкой Также сегодня смотрим Америку Пока МСЛ отчаянно пытается, конечно, вытащить раунд 1 в 3 И мы желаем ему любой удачи в этом Но вы видели сами Шансы были невелики Немного пропустили мы начало раунда Тем не менее Расскажем, что в нем происходило В общем, Виталити С таким небольшим фейком С небольшой оттяжкой Убив двух опорников на Б В итоге все-таки вышли В этот плент И сделали все красиво Сейчас обновлю страничку С пикабанами И расскажу подробнее о том Какие карты сегодня мы будем смотреть в этом матче Оптик убрали кэш Виталити убрали трейн Соответственно, сейчас выбор датской команды Оптик Но, как мы видим, пистолетку они слили Далее будет оверпасс И третий решающий Дэнюк Если он понадобится вообще Любопытно, что Дэнюк от третьей карты Дочеркались Все-таки смогли задоджить условный мираж Который могли бы выбрать для себя Оптики в качестве Своего пика Но решили играть на Инферно Где-то, наверное, отталкиваясь от соперника В определенной степени Но Нюк выглядит как вариант Отличный для Виталити В первую очередь Французы-то не брезгуют этой картой Да, в целом, если взглянуть на винрейты За 80% побед Именно у команды Виталити На таких картах, как оверпасс и Нюк Чего, конечно, нельзя сказать Кстати, Боптик там в районе 50 Но вот тут, видимо, ставка идет именно на Инферно На то, что дачане хотят начинать эту серию со счета 1-0 По взятым картам Ну и, кстати, неплохой пока от них форс Забросали хаешками французов Как мы видим, три очень красных игрока у Виталити Но они все-таки идут на B Так, раскидочка Хороший первый пик За его находит одного Есть размен Но тут, скорее всего, да Дорабатывает Алекс И точка пустая Да, после того, как погибает рефреш Уже банально некого искать на пленте Оставшиеся игроки защиты слишком далеко И, похоже, что план засейвить арморы И где-то попытаться раскрутить их в следующем раунде Выглядит поприятнее Обратите внимание на ХП RPK 8, NBK 6, Apex 25 Как же мало здоровья осталось у игроков Виталити Но, тем не менее, выжили они вчетвером в этом раунде Неплохой-неплохой мог получиться раунд от Оптик Возможно, где-то не хватило еще более открытой Еще более агрессивной игры на банане Чтобы хоть какие-то фраги, какие-то размены были в пользу команды Оптик Но в итоге просто французы выпустили более фуловых игроков на открытие точки Б Ну, как мы видим, оставшись красными В итоге выживают они вчетвером Счет у нас 2-0 Вполне неплохое начало для команды Виталити В первую очередь, начиная вот так играть на чужом пике Сразу первое преимущество Вроде бы все здорово От Оптик, ну, не до конца понятно, чего ожидать Эти перераспределения датских игроков постоянные Этот господин МСЛ и Конфиг Которые как бы попадали уже в основную часть ЕЦС Но решили, что можно и в другой команде тоже туда попробовать попасть Все это заставляет Оптик бороться уже на третьей неделе по счету этих квалификаций Ну, если даже сейчас команда Оптик или команда Виталити не смогут пройти эту квалификацию Будет еще один или даже два шанса на следующих неделях Потому что все-таки формат довольно демократичный Если в первую неделю, понятно, выиграли Астралис То вот уже дальше интрига только нарастает Какая же из команд возьмет следующий слот Снова на Б, кстати, три подряд Виталити играют именно под базу Б Проверка на прочность в который раз для бедных опорников Но пока нет девайсов и отдуваться особо нечем Интересно, как здесь будут обстоять дела, но очевидно, что да Дым рассеялся, МСЛ сразу же заметили Нико пытается уходить А нет, это засада небольшая, но Апик, скорее всего, прочекает А не заметил за горшком Очень коварная позиция у Нико Кстати, у него есть армор Можно забрать юмпик и в следующем раунде даже чуть-чуть сэкономит на этом Хорошо делает Нико для своей команды сейчас Если удастся подсэйвить ЮМП и даже его реализовать на Аликс Это вообще претензий и вопросов никаких Ой, ну это вообще план уже слетящий на крыльях ночи в прыжке Еще и Аликс дострелял Хотя, казалось, должен был спрей разбросаться очень сильно Ну, в итоге, как мы видим, и юмпик подсэйвил и даже нафармить смог господин Нико в этом моменте Но, тем не менее, счет на табло пока что увеличивается только в пользу французской команды Vitality, ну и первый полноценно девайсный Для оптик можно даже замахнуться на две снайперские винтовки Ну, а тем временем коэффициенты от сайта GGB Однозначно выделяют фаворитом в этой серии Best of 3 Соответственно, главным претендентом на путевку и на поездку на глобальные ланы ЕЦС, а именно французскую команду Vitality Ну, вот на оптике где-то за три Ашкаев Ну, вот если мы говорим про европейский регион, то весьма много интересных событий происходило И могли быть перевороты И СНГ команды, которые даровали надежду на свой возможный выход в ЕЦС Но не оправдывали, что авангард, что форт до конца их Ну, все равно в итоге вышли Vitality Те, от кого это ждали больше всего, наверное У Америки картина куда более печальная, наверное, все-таки, глядя на то, как там обстояли дела по командам Но здесь заруба может быть очень лютая Интересно, получился первый минус NBK все-таки прошел ника Хотя, казалось бы, первым начал стрелять именно игрок диффенса Ну и, соответственно, тут уже включается фармган Тут уже включается, в принципе, такой массовый выход на точку А от Vitality И снова нужно сейвить, снова нужно просто банально сохранять свое вэлью игрокам оптик Неприятности продолжаются Просто постоянно где-то оптик опорники не выдерживают натиска в свой адрес Рефреш и Снаппи, ну, только в агрессивном сейве, разве что могут здесь поиграть Рефреш не так боялся за свою жизнь и надеялся на возможность где-то с Юмпиком разгуляться Но вы видите результат, Vitality что против пистолетов, что против девайсов Проблем не испытывают никаких вовсе Ну, довольно здорово, наверное, в плане тактики, в плане общего рисунка сейчас атаки для Vitality Это первый девайсный, который они все-таки разыграли под А Если стартовые три раунда, они ходили только лишь Б, то сейчас показали, что и с выходом через ковры проблем никаких не возникает Ну и, конечно, есть о чем подумать К тому же MSL, соответственно, тайм-аут на сервере на счете 4-0 Достаточно быстро пауза прилетела от команды оптик Но, очевидно, их совсем не устраивает положение дел, в котором они оказались Ноль киллов у MSL, ноль у конфига И дальше 1-2-3, такой вот у нас лесенкой Пошли снайперы, Фреш и Ника Тяжело, конечно, идут эти первые раунды С французской стрельбой сложно, наверное, поспорить Ну, мы видим, в соответствии с таким вот разгромным пока счетом по фрагам РПК вообще ни разу не умер И по одной смерти у НБК и Алекса Посмотрим, что придумал у нас MSL Что, в принципе, будет менять команду оптик Есть уже снайперская винтовка Ну и очередной девайсный сейчас для дефенса MSL получает АВП для себя Опять же, надежда Надежда есть размочить свой фрагстат Потому что, когда MSL начинает тащить свою команду То всегда уже за оппонента становится страшно Увы, зрелище это не постоянное Снова активность, судя по всему, в направлении B У нас здесь планируется, по крайней мере, жесткий раскид Банана, накидали хаешек, молотов Рефреш бы не ушел ни при каких обстоятельствах Ну, мы видим довольно четкое чтение игры от Vitality Причем такие точечные решения Не менее эффективны, чем какой-то глобальный план Сейчас, если погибает еще и конфиг То это можно будет снова сейвить Но конфиг все-таки дает Минус-минус два под флешечку Я так понимаю, с нейпи он все это сделал Ну, хорошо, конфиг Второго на USP уже дотыкал Знают про то, что битый MSL под точкой А И нужно бы уже определиться с финальной атакой Минуты, правда, есть еще Так что торопиться не стоит Три дыма, три флешки и молотов И, видимо, все-таки будут проверять на прочность Наверное, планта Вот так выглядит, как будто сейчас расфыкают здесь все зайву И дальше побегут все на А Ну, или дождутся месте, побегут под Б Варианты оба были реально играбельные Все это время со смоком в руках стоит снэпи Зайву все-таки не дает энтрикил Такой вот неоднозначный смок получился Зайву просто пройдет сейчас вдоль этой стеночки Причем знает примерную позицию одного из игроков, по идее А то, что снэпи накидывал где-то со стороны Б1 Можно предположить, попадание было Зайву-то попал, но не летально И последний остается лишь 15 хиповый НБК Похоже, что вот здесь песенка французов из Пета уже Ну, все-таки, как мы видим, под свой же дым Под дым атаки НБК находит МСЛ Понимая, что конфиг где-то в районе церкви Просто вычисляет дальше КТ Но очень мало времени, 10 секунд ставит на дефолте А, это фейк по бомбе, конфиг А вот это хорошо Можно сыграть на бомбу уже сейчас И Ника не прострелит ее У НБК есть возможность еще похитрить Один на один, мало хп, но одна пуля в голову может решить все Ника, как же жестко прочитал этот эпизод Четко на позицию выходящего НБК Был направлен его прицел Погибают горшки, погибает НБК Ну и вот он, дефьюз бомбы Все-таки домучили оптик этот раунд Казалось, после трех фрагов от конфига уже шансов нет у Виталити Но НБК почти потащил Ну красавчик, Ника понимал, с какой позиции НБК скорее всего откроется Была инфа про хп и ясно было, что НАТО Ну в идеале только головой светить нужно во время этой дуэли И какую-то открытую позицию или наоборот супер закрытую Он бы, наверное, не рискнул занять Первый раунд для оптик все же произошел После таймаута не до конца можно судить о том За счет этой паузы или все-таки за счет того, что конфиг молодец Но раунд есть в активе и это главное Ну вот теперь, как мы видим, снайперская винтовка у команды оптик не в центре карты Все-таки направилась под банан Молик за спину, МСЛ Супер агрессивная игра Ну надо еще уйти как-то теперь Так, МСЛ не планирует пока что оттягиваться Возможно зря Хаешка залетает под ноги 28 хп, МСЛ выходит в дуэлица Ну и за его все-таки погибает Ну это такая, конечно, двухсторонняя ситуация была, в которой и МСЛ не отпустили Вот мнимое преимущество, вроде бы, заработали оптик Но при этом снайперская винтовка у снэпи Они видели бомбу, но тут уже максимально быстрая перетяжка в центр И как бы, и все Рефрешу нужно влетать в этот дым уже А Молотов за спину Рефрешу залетел Так что он попытается действительно просочиться Но там просто все развернулись в самый неподходящий для того момент Ник погиб секундой ранее и больше не на кого было отвлекаться команде Виталити Очень глубокое такое даже чувство Слишком глубокая аркада была в исполнении МСЛ И этот интрикил даже в минус сыграл команде оптик Потому что остались разорваны 2 плюс 2 по плентам Игроки обороны в тот момент времени Когда Виталити таким ударным звеном просто пронесли точку А По итогу Охота на снайпе объявляется открытой Но они его ищут вообще не в том месте Думают, что он где-то на Б сейвит Но как мы видим тут снайперская винтовка вообще чуть ли не по терриспауну Ну что, 5-1 в начале Виталити как бы намекают, что неспроста Букмейкеры считают именно эту команду фаворитом Снайпе подсевит АВП Судя по всему, что здорово, конечно, для него РПК до конца не пойдет Но общая финансовая составляющая Так как оптик играет за защиту, ну далека от идеала Ну все-таки новая экономика немного помогает команде оптик В принципе, можно до 2000 сейчас закупиться и сделать снова ставку Или на гранаты, или на агрессивную работу снайпера Как мы видим, все-таки МСЛ снова будет с ВП Ну и да, до 2000 пистолеты, арморы Правда, вот разрывных гранат практически нет Лишь одна хаешка у Нико Зато 5 смаков для оптик Итак Возможно, очередная снайперская дуэль у нас с вами будет Если МСЛ пойдет до последнего Он достаточно агрессивно стоит в центре То мог бы повоевать против Зайву Но этого не произошло Отличная хаешка от Нико, кстати Именно он раздамажил сейчас РПК и Апекса Ну и вот тут Виталити решили ничего не выдумывать Просто залететь снова на точку Б Скорее всего, даже видели снайперскую винтовку Но МСЛ уже перетянулся Да, и здесь сейчас попадают на укрепление Как раз-таки со снайперской винтовкой Б-плэнд выглядит наиболее опасной Позицией для выхода И Виталити, возможно, только что это осознали По крайней мере, оттянуть по таймингу здесь стоит И не торопиться французам Для того, чтобы, ну, где-то сместить фокус контроля от защиты Пока довольно четко Именно от единственного полноценного девайса Пытаются отбиваться оптик Виталити, как мы видим, абсолютно развернулись всей командой Только лишь один человек остается контролить Б И тот уходит Это был Апекс, есть дым Под него неужели рефреш Да, рефреш пошел вперед И это была ошибка Подловили рефреша При этом девайс, по-моему, Апекс не выкидывал Калаш в качестве сувенира можно будет забрать МСЛ По следам своего павшего тиммейта Решает прогуляться тоже Причем вдвоем Апекс пробросил, кстати, сейчас гранату Скорее всего, это был дым Но, по идее, должны сейчас осознавать Оп, а под Б никого И еще можно успеть укрепить эту позицию Ой-ой-ой Какой тайминг! Апекс даже девайс не успел достать Курфик Ну, вот Не попадает абсолютно Да Иногда, конечно, у Дегла свои прихоти В моментах таких дуэлей И ты просто не всегда можешь дать нужный фраг Два в три И вот здесь, наверное, трудное решение перед оптик Если МСЛ не найдет первый фраг, то точно нужно уходить сейвить А вряд ли кто-то будет открываться на датского капитана Значит, ну, только упорные позиции И надежда, что, может, кто-то еще погибнет на отходе Ну, мы видим киты у Снэпи, а он вообще сейвит Он стоит в углу, поэтому... Очередной сейв девайсов пока что... Ну, довольно легкий Инферно для Виталити Это 6-1 вновь попадание от МСЛ Но мы видим, как-то вот сквозь текстурку Эта пуля прошла, оставив НБК 17 хп НБК при этом... Нет, нет, это был байт Очень хитрый байт от МСЛ Да, возможно, вот только сам МСЛ все же погиб Снэпи пытается успеть поднять все-таки ави, который его тиммейт оставил Но буквально секундочки ему той самой и не хватило До АВП придется закупать с нуля Ну что, у МСЛ хватило денег, как мы видим, даже на гранаты Еще и на тяжеленький армор Но вот схему с использованием двух снайперских винтовок Оптик пока не применяют, хотя могут себе это, в принципе, позволить Что касается Виталити, у них, в принципе, все, как предполагалось, замечательно Фуллбай, 8 тысяч на руках Алекса, 6-4 тысячи у всех остальных В принципе, очень даже неплохо Для французов, вот что делать, Оптик? Ну, пока отдуваться И посмотрите, какой раунд сейчас планирует разыграть Виталити Уже был пик бойлера со стороны защиты, который закончился разменом И НБК понимает, что творится сейчас Ну, второго, правда, может не прочитать Но все равно, один фраг уже здесь Серьезное достижение и занятая позиция Больших Песков, тем более Но это МСЛ, ой-ой-ой, все-таки подловил НБК Успел занять позицию Казалось, он в точке шарта сейчас отдастся Но нет, четкое принятие решений И вот уже 3 в 3 за минуту времени до конца этого раунда Любопытное начало раунда Но теперь действительно снова равенство по живой силе Будет между Виталити и Оптик МСЛ ждет и балкон, и шарта сразу Вот неудобно здесь, по идее, будет работать капитану И помогать ему должен в этом рефреш, который стоит в библиотеке Что-то все похоже может упереться просто в то, кого перестреляет на АВП Но МСЛ могут выкурить на самом-то деле Есть гранаты у команды Виталити МСЛ продолжает находиться на дефолтной позиции Рефреш подтянулся ближе Да, и МСЛ погнали И снова тайминги, только в этот раз за французами Рефреш В пункте, пожалуй, рефреш немного, но вот на всех сил не хватило Один на один ситуация Снапи против РПК Времени предостаточно у танка для того, чтобы Ну, абсолютно любую позицию занять Как угодно этот раунд реализовать У Снапи, в свою очередь, есть Молотов и флешка Такой же, кстати, вариант есть у РПК Ну, РПК, как мы видим, пытается угадывать Просто боком сидит Очень странное решение от РПК, если честно На чтении пытался разыграть Ну, какой-то такой 50 на 50 был мув Типа, если он выходит с шарта И то, в принципе, такой дефолт могут проверить Ну, а если с библы, то все, он боком Наверное, в этом было больше пользы, если бы РПК просто супер закрыто стоял А не вот так вот, чекая прям Прямо на боксе Ну, ладно, РПК Сделал так, как ему повелело сердце Наверное, в этом раунде И сердце в этот раз подставило немного 6-2 Живет, его, по идее, Зайву должен был 10 раз убить Алло! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это жестко Развалили тут французов Куда-то стрелял Зайву Мы точно видели, что он с бревен простреливал Но мы видим МСЛ 70 хп Там, казалось бы, в МСЛе сразу 3 прицела смотрело В тот момент И неожиданно вы видите, как все обернулось Это здорово Для МСЛ и для оптик У них большинство неожиданно потеряли НБК и РПК И вот теперь Виталити будут уже пытаться находить размены Ну, видимо, ставка на Алекса Который должен или убить большие пески Или как-то максимально привлечь к себе внимание Нико его чекает, но пропустил на Сена Ну, снова тайминг все решит То есть, если Алекса... А, тут просто суперфейк на Б Осталось еще Снапе найти Но это было практически невозможно И хупа не стянулась до сих пор Ну, вроде бы угадывают сейчас на самом деле оптик То есть, все-таки конфиг побежал на А 35 секунд Молли готовится С гранатами вообще все отлично в этой ситуации Именно у опорников А Под Б было бы сложнее обороняться А вот здесь прям... Ну, вот только, да Нужно еще выигрывать свои дуэли Против Зайву, который уже пошел пушить Конфиг теперь выглядит в поинте не очень читаемым Но он как раз в момент, пока его тиммейт убивали Просочился в точку Над секунд Ну, Зайва, по идее, может его увидеть? Снапе топает Отвлекает на себя внимание Но немного не хватило Вот если бы он чуть ближе был Возможно, бы Зайва отвлекся На топот В итоге бомба за 4 секунды до конца раунда На тоненького, конечно Но самое важное в раунде Виталити уже сделали Поставили бомбу и заняли поинт Осталось вычислить последнюю позицию Знаю теперь, что это малые Ну и Зайву с Аликсом Наверное, допустили бы ошибку Если бы такой раунд отдали Так все должно было закончиться Взятием седьмого раунда Ну, как мы видим Несмотря на какие-то вот Одиночные всплески активности На какие-то клатч-моменты Которые все-таки выигрывают оптик В общем и целом Видна просто доминация Команды Виталити Несмотря на то, что винрейт У них все-таки намного ниже Чем у оптик на этой карте Но, скорее всего Тут сказываются именно оппоненты Все-таки у Виталити В последние месяцы Намного более топ-турниры Чем у команды оптик Оптик вот только сейчас Начали после ESL После этой квалификации Встречаться с сильными оппонентами Да, пока еще Рановато делать стопроцентные Какие-то надежды и ожидания От этой команды И им еще необходимо время Копорные позиции на главке Хоть с пистолетами Но такие флешки, конечно Стелят Виталити Что ничего с этим не поделаешь Филигранно против нужных позиций Они были прокинуты И вы видите, что начинается после этого Ну как-то тут уже дальше по одному Умирают оптик Конфиг не успел залететь в плент Нико Ну да, сидя в углу Там, может быть, еще один фраг сделал И то на второго уже немного сил не хватило Рефрэш Ну тут все не прочекаешь Да, выходит полубоком Ну и снова раунд для команды Виталити А вместе с ним и досрочная победа В первой половине Да, команда оптик Как же все тяжело Для них сейчас В рамках этого финала На своем пике Пока выглядят далеко Не самый прочный С зеленой стеной Интересная дуэль Такая никто в итоге Никого и не убил Второй пришел Разбираться И все равно Стрейфы снапи Слишком молниеносные Оп И теперь уже и пуля По голове зашла Ну тут есть еще НБК Снапи, возможно, пойдет Все-таки за этим Калашиком Но понимаешь, что справа могут сидеть Чекает лево Но калаш далеко Посмотрел на него Не дотянуться вообще никак Да, и с двух сторон Идут уже самого снапи Закрывать Но тут взорвался Такой небольшой Забавный момент Произошел 8-2 Денег много Надо два века брать, наверное Один И И рефреш 7-200 Нет, все-таки это аук Четыре ауга, ВП Море просто гранат Для команды оптик Вроде бы неплохо На банане время от времени Размениваются Но чего-то постоянно Не хватает Ну на банане тоже 50 на 50 Все происходило Как по мне иногда Ну то есть Ситуация, в которой Заеву дважды промахивается На очевидном Казалось для себя фраге Это не стоит брать Настолько прочно в расчет А вот поджим, кстати Центра выглядит неплохо Выход на пик полтора Возможный конфиг Вместе с МСЛ Ну вот так вот Просто переворачивает раунд На первых 20 секундах Ну такое довольно Качественное Креативное решение Получилось В исполнении оптик При этом французы Не до конца были К этому готовы Особенно к позиции конфига Как я понимаю Ну и в итоге На старте раунда Уже 2 в 4 Оптик нужна какая-то серия Вот брать этот И еще хотя бы Два следующих На этот Опасений практически Не осталось Хотя вот опять же Все упирается Именно в МСЛ Его позицию могут Не до конца законтролить Ну два дыма Два молотовых То есть в теории Если Виталити Поймут расстановку сил То они могут Подготовить нужные позиции Любопытно Что играют все-таки Не связками сейчас Игроки оптик Как мы видим МСЛ отдельно То есть он даже не факт Что успеет на лонг уйти После выстрела Если не попадет Нико как мы видим Просто на тюрьме Ну вот на 100% Тут нужно убивать Иначе тебя там просто Задавят Там уже пошел дым С балкона Под него выходит Алекс Ну и против позиции Нико этот дым Вообще ничего не дал МСЛ Ну вот Бывает с ним Иногда такое Сгорает сам по себе Зайвук Причем красиво Знаешь Не оборачиваясь На взрыв Это называется Понимал Что уже МСЛ Не уйдет И просто Начинает Фокусироваться На других целях Нико позицию не поменял Вот только сейчас Уходит на пески Топнул Так Ну Зайвук Услышал прекрасно Этот топот Вычисляет Шот Сам не запрыгнул На этот бортик Ой-ой-ой-ой Нет-нет-нет Слишком Слишком много ошибок В этом моменте Да Из 13 секунд Такое выглядело Уже невозможным 8-3 есть Будет ли серия Которая ты говорил Ну по деньгам Все отлично Как для французов Так и для датчан Вот наверное Сейчас главный момент Когда можно Перевернуть ситуацию Тут постепенно У Виталий Эти деньги заканчиваются И вы можете еще выйти На адекватный счет По защите Нужно брать Прямо здесь И сейчас Ту самую серию До окончания Первой половины Командой Оптик Ну вот Креативное решение Прошлого раунда Поджим медла Это хорошо Посмотрим Насколько будет Дефолт Работать от них Пока что Вот именно на стандартных Мувах Ничего не получалось Вот еще один поджим Прошлого раунда